Продолжим работу над нашей игрой. Во второй части урока мы ее улучшим, создадим вторую версию, добавим интерактивности, которая будет заключаться в том, что мы сможем управлять котом с помощью клавиш-стрелочек. Давай сразу перейдем к проекту и начнем работу. Загрузим первую версию игры. Кто не помнит, напомню, у нас здесь есть управление котом с помощью мыши, то есть он у нас ходит вслед за мышью, и это не очень удобно может показаться, хотя для малышей эта игра как раз самая то, что нужно водить мышкой. Сейчас, повторю, мы сделаем так, чтобы котом можно было управлять не мышкой, а клавишами-стрелочек. Как это можно сделать? Когда мы говорили об элементах интерактивности в Scratch, там на слайде была команда, когда клавиша нажата. Давай изучим эту новую команду. Она очень часто будет нужна нам в разных проектах. У этой команды есть параметр, в котором можно выбирать ту клавишу, которую мы будем обрабатывать, нажатие которой мы будем обрабатывать. Нам нужны какие клавиши? Стрелка вверх, стрелка вниз, стрелка направо и стрелка влево. То есть мы можем использовать тогда на клавиатуре эти стрелки. Давай так и сделаем. Можно эту команду просто продублировать. Нажимаем правую кнопочку мыши на блоке и вставим. Дальше нам нужна стрелка вниз. Еще раз дублируем. Стрелка направо и дублировать стрелка влево. Вот эти четыре стрелки нам нужны. Дальше, что еще нам нужно? Нам нужно реализовать движение кота, если мы нажимаем, например, какую-то из стрелок. Ну давай по порядку, раз у нас здесь стрелка вверх, значит мы сделаем так, чтобы кот перемещался вверх. Но прежде чем мы это сделаем, давай вот этот вот скрипт уберем, вот так вот отодвинем, чтобы не было движения с помощью мыши. Иначе нам это будет мешать. Итак, стрелка вверх. Когда мы нажимаем стрелку вверх, надо, чтобы кот двигался. Для того, чтобы кот двигался, у нас есть команда идти. Мы ее знаем прекрасно. Если мы здесь поставим идти, то кот будет идти 10 шагов. Ну давай проверим. В общем-то можно даже не нажимать на флажок, хотя мы нажмем, чтобы у нас появились наши съестные припасы. И я нажимаю на стрелку вверх. Наш кот действительно идет, но идет он не вверх, а вправо. То есть мы таким образом можем использовать вот эту команду идти 10 шагов для стрелки направо. Давай так и сделаем. Ну и для того, чтобы он шел не так быстро, вот сейчас я нажму стрелку направо, вот он идет. Можно здесь сделать, например, не 10, а 5 шагов. Давай еще раз нажимаем Enter. Или в свободном месте, вот этой мышкой лучше щелкнуть. Вот он идет вправо, немножко медленнее. Как же сделать так, чтобы он шел вверх? Для того, чтобы он шел вверх, нужно изменить его направление. И для этого мы сейчас используем тоже новую команду. Повернуть в направлении. Он должен выбрать направление движения. И у этой команды у нас есть несколько параметров, которые так и называются. Если нам нужно, чтобы наш спрайт шел вверх, то мы так и выбираем повернуть в направлении вверх. И здесь в скобочках 0. И прежде чем он начнет так идти, нам нужно вот это вот направление задать. Ну что, проверим. Нажимаем стрелочку вверх. И да, наш код пошел вверх. Ну давай здесь тоже сделаем параметр 5, чтобы это было не так быстро. Вот он идет вверх. И все время, пока я буду нажимать на эту стрелочку, он у меня будет двигаться. Ну, надеюсь, ты помнишь, что Scratch застрахован от того, чтобы спрайт исчезал со сцены. Вот за хвостик мы можем кота вернуть. Если сейчас я нажму на стрелку вправо, то почему-то код тоже идет вверх. Почему? Потому что мы везде должны менять направление. Значит, берем вот эту команду, повернуть в направление, ставим перед тем, как обрабатывается команда идти. И выбираем, куда он должен идти здесь. Направо. Значит, здесь мы так и оставляем. Направо. Проверяем. Нажимаю стрелку направо. Вот он вправо идет. Ну и, наверное, вот вверх идет. И, наверное, уже кто-то догадался, как сделать, чтобы код шел вниз. Сейчас он у меня вниз не идет. И влево он тоже не идет. Это делается аналогично. Я могу скопировать, продублировать вот эти два блока. Поставить сюда. Стрелка вверх, стрелка вниз. Если здесь он у нас шел в направлении вверх, то при нажатии на стрелку вниз нам нужно просто выбрать вниз. Проверяем. Действительно идет вниз. Ну и для того, чтобы он шел влево, тоже дублируем. Сюда прикрепляем и выбираем, куда влево. Нажимаем стрелку влево, он идет влево. Единственная неприятность, он вот так вот переворачивается. Ну, здесь с этим можно проблему решить только одним способом. Наверное, ты помнишь, в параметрах самого спрайта... Давай остановим. Мы можем выбрать вот это вот движение, чтобы он не переворачивался. Ну что, поехали. Вверх он идет, вправо идет, влево идет, вниз тоже идет. Проверяем, собирает ли он наши все скисные припасы. Собирает. Все работает. Итак, мы добавили интерактивности. Мы сделали так, чтобы наш код управлялся с помощью стрелок на клавиатуре компьютера. И сейчас я предлагаю тебе сделать новую версию своего проекта. Опять же, напомню, не забудь сохранить. Давай сделаем здесь код обжора 2, назовем, и обязательно сохраним наш проект, чтобы он не потерялся. Ну а в следующей части урока мы добавим еще дополнительных эффектов, чтобы код, например, как-то реагировал на то, что он съел. Чтобы он, например, немножко подрос или сказал ням-ням. На этом эта часть урока закончена. Сделай то же самое. И не забудь выполнить гимнастику для глаз. Желаю творческих успехов!